Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры! Бог вас благословит на сегодняшний вечер и разговор. Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней нашей передачи является вербное воскресение, вход Господен в Иерусалим. Мы будем говорить не только об этом богослужении, но и вообще о богослужениях Страстной Седмицы. Если у вас есть вопросы или комментарии, то, пожалуйста, звоните нам в корпункт в Петербурге. Телефон города 812, а телефон в студии 677-62-44. Мы будем рады слышать ваши звонки и будем рады поговорить с вами. Отец Алексей, ну, казалось бы, что уж что-что о вербное воскресение знают все. Как воцерковленные люди, так и невоцерковленные. Даже более того, если спросить людей, которые не посещают храм совсем, даже они знают, что такое вербное воскресение. Или, во всяком случае, думают так. Но все-таки давайте попробуем разобраться в том, что же это за день, почему в русско-православной церкви он имеет особое значение, и почему для православных христиан вербное воскресение это тоже такой, ну, что ли, знаковый день. Ну, мы знаем из Евангелия, что главный пункт, о котором сообщают наши Евангелия, имеющиеся у нас, Матфей, Марк, Лука, Ян, это пункт, связанный со страстями Господними. О том, что Господь приходит в Иерусалим, у Него есть своя паства, своя аудитория, свои почитатели, поклонники. И вот начинается ряд событий, которые приводят к тому, что Христа арестовывают, над Ним издеваются, и потом его ждет мучительная смерть, и потом после смерти, торжество над смертью, восстание из мертвых. И вот за неделю до этого воскресенья начинается что-то, что церковь запомнила и решила отмечать регулярно. Замечу на ваши слова, что многие, кто что-то знают, то, конечно же, культура, она основательно, скажем так, усвоила, освоила все сюжеты библейские и новозаветные, и ветхозаветные, и все знают, люди образованные, и про Марию Магдалину, и про Самсона, и про Самуила, и про Соломона, и про апостолов. Все все, как вы сказали, знают. Тем не менее, нам нужно, нам, как людям, забывающим что-то, склонным к забвению чего-то важного, нам нужно регулярно повторять. И вот цикл, связанный с Пасхой, с постом великим, другими праздниками календаря православного, имеет своей целью снова и снова, из года в год, повторять нам, взрослеющим, меняющимся, обретающим какие-то новые, не знаю, мысли, мировоззрения, достижения или потери, повторять нам снова и снова какие-то важные события библейской священной истории, с тем, чтобы мы кое-что поняли бы о Боге, о себе, о нашей жизни в этом мире в свете этих памятных библейских дат. Вход Господень в Русалим, изгнание торгующих из храма, воскресенье Лазаря, ну и прочие дни, о которых будет память совершаться в начинающуюся уже с понедельника страстную неделю. Замечу, ну, многие знают, многие не знают, что пост в лете заканчивается, он уже вот сегодняшним вечером закончился, начинаются два праздничных дня, Лазарева суббота и Вход Господень в Русалим, и потом начинается что-то, что церковью называется не Великим постом, а Страстной Седмицей. И вот праздник введения Входа Господня в Русалим является предверьем, таким вот началом или рубежным, каким-то точкой рубежной между Великим постом и Страстной Седмицей. Ну, участие в этом почему уместно и почему нужно? Ну, потому что нам нужно повторять снова и снова. Кроме того, замечу то, что многие и так понимают, это праздник очень понятный близким всем возрастам. Там есть разные уровни, скажем так, участия в этом празднике, и каждому дается по его силам, по его возможностям. У каждого есть свой максимум, и праздник этот максимум способен вполне удовлетворить. У кого-то этот максимум связан, вот как вы говорили, с пучком верб, каких-то растений, ну, тоже неплохо. У кого-то большие запросы, да, и для каждого возраста, для детишек, подростков, взрослых, людей думающих, размышляющих, или уже размышляющих мало в связи с возрастом, праздник дает что-то, чтобы, ну, какую-то пищу для размышления, для назидания, для наставления на будущий год. Вход Господень в Иерусалим всегда, у многих, ну, вообще поражает еще тем, что сам Господь в Иерусалим въехал не на коне, а на каком-то, что называется, ослике. И неужели даже это промыслительно в том, что Господь въехал не как царь, но как кто? Да, ну, конечно, тут требуются комментарии, связанные с теми реалиями, которые описываются в Евангелиях. Действительно, эпоха, в которой жил Господь, была такая перенагретая, потому что люди были накалены, они ожидали освобождения, ожидали Спасителя, ожидали Мессию, и все, ну, большинство думали, что он будет Мессией такого генеральского типа. Завоеватель, политик, полководец, освободитель, новый Давид. Ждали сына Давидова, Давидовича, который будет, как и его предок. Да, воин, полководец, праведник, ну, святой человек, при этом политик. И, конечно же, ожидали, что будет что-то, что положит начало вот этому вот восстанию против захватчиков, против риблин, хорошим поводом было обещано пророками событие, когда Мессия войдет, въедет в храм, въедет в город Иерусалим, в святой город Иерусалим. И вот Господь это исполняет, да, но обыгрывается это пророчество тем, что Господь выбирает не коня, оружие боевое, на конях воевали очень долгие времена, вот, а выбирает транспорт, скажем так, мирного использования, потому что на осликах воевать нельзя. Ослик – это помощник по хозяйству, это друг, соратник в трудах и заботах каждого крестьянина. И вот Господь выбирает мирное животное, вступая в Иерусалим, как царь мира, как князь мира. И в этой связи он полагает еще один рубеж в том, чтобы переформатировать, изменить, перетолковать тот комплекс ожиданий, связанных с Мессией, который был у евреев в новом уже христианском свете. Мессия пришел, он в силе, он победитель, он даст вам свободу, это правда, он вас освободит, но эта свобода будет другая, чем вы ожидаете, чем вы хотите, чтобы было так. Вам не нужен новый Давид, полководец, вам нужен новый Давид, спаситель от греха, проклятия смерти. И вот это вот событие начинается исполняться в связи с входом Господним в Иерусалим на молодом осле. Его встречают жители города пальмами и ветвями, бросают под ноги одежды свои, потому что действительно встречают его как царя. И вот в этом случае получается, что в вербное воскресенье просто верба заменяет первые цветы, потому что у нас первое, что расцветает, вообще, наверное, это вербы. И получается, что мы встречаем Господа сейчас, кричаем у Ассана, а потом мы будем кричать «Распни его, распни!». И получается, что сейчас, когда мы эту вербу несем в храм, то получается, что мы, как бы сказать, уподавляемся тем самым евреям, которые встречали Мессию именно как царя-избавителя. Но прежде чем вы ответите мне на этот вопрос, давайте мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Алло, здравствуйте, дорогой Глеб, здравствуйте, дорогой батюшка. Меня зовут Артур во Христе, Иоанн, Раб Божий. Я хотел спросить такой вопрос. Как нам вот раз на неделю провести так, чтобы каждый день был нацелен на слезы покаянной воды? Потому что Господь в эти дни для нас, Он пострадал, умер. И как правильно нам вестись, подготовиться к Пасхе, чтобы Пасха была для нас сиянием божественного света, лучики света, чтобы приходили к нам, и мы, чтобы радовались от этого. Спасибо, спасибо большое за ваш вопрос. Понятен, как подготовиться. То есть вот осталось действительно, ну просто даже семь дней осталось до Великой Субботы. И, ну, представим себе, что люди есть, которые еще не начинали ничего, как готовиться. И вот есть вот момент такой, что делать, как подготовиться к Пасхе? Ну, церковь за свою историю выдумала очень хороший график, план, как правильно это сделать. Приготовиться, быть готовым к встрече Пасхи Господней. Это есть богослужебный календарь. И хорошо бы, чтобы некоторые богослужения уж точно были бы вами посещены, чтобы вы там поучаствовали. Этих богослужений, ну, не то чтобы очень много, но они есть, их можно назвать. И хорошо бы, чтобы вы бы там присутствовали. Ну, например, Великая Среда, можно начинать со Среды, это день, который традиционно считается днем раскаяния, покаяния. Вот. Ну, кто не каялся давно уже, ни разу не каялся в жизни, можно раскаяться пред Богом в присутствии священника, в том, что вызывает у человека стыд, раскаяние, какое-то беспокойство. Вот Среда, день для покаяния. Четверг – это день, когда празднуется Церковью, ну, такое есть понятие, один из дней ее рождения. Вот есть Пятьдесятница, тоже день рождения, а есть еще один день рождения, это Великий Четверг, когда появляется, Гос Господь это все придумывает и сообщает ученикам, появляется главное событие церковной жизни. До сегодняшнего дня церковью православной бережно сохраняемые и практикуемые, а именно совместная трапеза, совместная вечеря, правда, сейчас совершаемая, как правило, утром, вот, это есть застолье, где участвуют разные люди, которые вне Христового движения, Христового какого-то такого коллектива никогда не были бы друг с другом вместе. Мы сейчас не очень-то понимаем эти вещи, однако они для Древнего мира были очевидны. В Древнем мире не принято было вместе трапезничать, общаться евреям и прочим, язычникам разным, да, нехорошим людям, мужчинам и женщинам, да, богатым, свободным, местным, приезжим и так далее. Но в контексте того, что Господь выдумал и сказал «Сие творите мое воспоминание», а именно Литругия и Евхаристия, эти барьеры падают, они исчезают. Поэтому четверг – лучший день для причастия. Можно прийти в храм после исповеди в среду и причаститься. Вечером в четверг совершается богослужение страстных евангелий. Ну, конечно же, необходимое для посещения, для участия в богослужении, потому что мы выслушиваем те повествования, сохранившиеся в Евангелиях, где рассказывается, как, что было, как об этом, что сообщается, рассказывают Марк, Матфей, Лука и Иоанн. К слову сказать, вот это вот мнение ученых, правильное мнение, они проанализировали древнее, самое первое Евангелие из нам известных Марк и пришли к такому довольно любопытному выводу. Евангелие от Марка – это есть повествование о страстях Господних с маленькой прелюдией, предшествующим повествованием. Главное в Евангелиях и в Марке уж точно – это вот есть страстные сюжеты. И вот мы можем эти сюжеты все выслушать вечером в четверг. Да, пятница – это время, когда мы оплакиваем распятие Христа, есть служба погребения, выносоплощеницы. Суббота – день, замечу, что сейчас немножко смысл его, ну, не то, что немножко, полностью смысл этого праздника, этого дня пропал, он исчез. Лишь в некоторых храмах есть попытки по воссозданию, возрождению исконного смысла этого дня. Если мы проведем опрос какой-нибудь виртуальный, кто из вас, слушатели, знает, чему был посвящен этот день, Великая Суббота, в Древней Церкви, то я думаю, что процентов пять лишь могут нам дать правильный ответ. Поэтому я вам сообщаю, что в Древней Церкви Великая Суббота была днем крещения тех, кто прошел оглашение. Все предшествующее время – это могло быть либо время Поста Великого, либо более пространный какой-то период времени – были встречи, где к атехуменам, оглашаемым, сообщались какие-то важные истины, связанные с христианской верой, христианской практикой. И вот в субботу вся община участвовала в крещении новообращенных. Это вот литургия субботняя, утренняя, которая совершается сейчас утром. Там есть очень важный момент, который можете вы, слушатели, заметить – обилие чтений. Называются паримии. И вот они читаются и читаются. Их там очень много. Так вот, эти чтения раньше были функциональны. У них была своя задача, функция занять каким-то развлечением, таким хорошим развлечением, каким-то досугом присутствующих в раме верных, прихожан, пока в другом месте в Бабкистерии крещаются, крестятся новообращенные, оглашаемые, оглашенные, точнее, уже будущие братья и сестры. Это вот праздник, день субботний, утренняя служба посвящена именно этому. А потом все уже понятно, да, свершается в ночь на субботу, на воскресенье богослужение, пасхальное богослужение, начинающееся с полуночницы, потом крестный ход, потом часы, потом утренняя, потом литургия божественная. Вот поэтому лучший способ окончательно доприготовиться, раз вы до сих пор не готовы, это просто посвятить свои силы, свое время посещению этих богослужений, исполняя послушание церковной дисциплине. Вот церковь нам говорит, посещайте верные эти службы, и мы должны их посещать как верное чадо церкви христианской. Я знаю, что у меня многие друзья берут обязательно отпуск на первую седмицу и на последнюю седмицу, потому что это действительно чрезвычайно важно и полезно для молитвы, прежде всего для молитвы, для того, чтобы мы могли каким-то образом изменить себя в этом мире. Так все-таки я вернусь к своему вопросу. Встречая Господа ветвями, ну в данном случае вербы или там, скажем... То, что есть, тем не встречаем. Да, да. Не уподобляемся ли мы именно вот тем самым евреям, которые потом ему будут кричать «Распни его, распри?» Некоторые уподобляются, некоторые нет. Как и всегда в истории людей, некоторые плохие, а другие хорошие. Замечу, что, видимо, главную роль в этом событии входа Господня в Иерусалим, когда в руках были у кого-то эти ваи, эти палимные ветви, наверное, были это детишки, наверное, ребята были, которым было радостно, интересно, они, может быть, не понимали, что к чему, но вот что-то важное происходит, и мы можем в этом посильно участвовать. Прыгать, махать ветвями и так далее. Но очевидно, что, скорее всего, когда были уже эти судилища, и кричали, кто-то кричал «Распни», но дети там вряд ли участвовали. Это были другие люди, связанные с другими кланами в Иерусалимском обществе. Это были люди, связанные со священниками, с храмовыми разными там структурами. Они и кричали. А другие, простые, может быть, более наивные, они были рады, искренне рады тому, что великие события, обещанные однажды Богом через пророков, совершаются в истории Иерусалима, в истории Иудея, Израиля. И они являются свидетелями, очевидцами этих больших господних событий. Ну, давайте мы сейчас, все-таки тогда вернемся еще к евангельским событиям. Господь въехал, вошел в Иерусалим. И понятно, что это действительно радостное событие. И слава Богу, что мы, наверное, всегда будем радоваться, когда Господь входит в нашу душу, потому что действительно мы должны как-то встречать его радостью, а не каким-то сожалением, что называется. Ужасом. Ужасом часто бывает. Да, потому что мы часто слышим у нас православных, какие-то слова, там, угрюмое православие и так далее. То есть в данном случае понятно, что все-таки радостное, прежде всего радостное православие. Но дальше что произошло? Въехал Господь. И что дальше в евангельских событиях? Он занимается чем-то нелогичным. Он занимается, во-первых, провоцированием верхушки храма в Иерусалиме, устраивая погром так называемый, изгоняя торгующих из храма. И потом он не делает чего-то, что от него ожидает. Не начинает агитировать, не поднимает градус противостояния политического. То есть чем-то он занимается непонятным, а чем-то ожидаемым он не занимается. И тем самым полагает вот конец тем схемам, которые были связаны в обществе, в таких кругах, может быть, фарисейских, с пришествием Мессии, говорить, что Мессия пришел, но иным образом. Начинается добровольный путь через провокацию в храме к тому, чтобы его таки арестовали, и чтобы свершилось то, что Богом было однажды обещано, и об этом пороке заявили. Должен Бог спасти народ, умерев за человека, отдав свою жизнь, жизнь невиновного человека, сына Божьего, Божьего отрока, в искупление, выкуп дословно за тех, кто виновен, кто грешник. Невиновный умирает за виновного. Это вот формула, которая была известна в Древнем мире, свершается, сбывается в случае Срастной Седмицы. Невиновный, праведник, святой отдает свою жизнь для того, чтобы виновные грешники получили бы освобождение, прощение, примирение с Богом, вечную жизнь. И вот этому поступательному ходу от входа в Русалим к Голгофе и посвящены большие части Евангелия и богослужебный чин, порядок, план, начинающийся с Срастной Седмицы. Мы встречаем, ну, опять-таки, вот как в Священном Писании нам говорится и о тех, кто служил в храме, то есть храмовые священники, и, конечно, такие люди, как, вот мы знаем, фарисеи. И мы говорим, что фарисейство, и мы понимаем, что это какой-то очень страшный негатив. Но все-таки, что такое фарисеи, что такое фарисейство, и почему был необходим новый закон, почему нужно было вот людям каким-то образом вообще перестроиться, начать по-другому мыслить, по-другому видеть. Почему это вот, что люди были слепы, глухи? Ну, конечно, вопрос очень не такой серьезный, требует ряда детальных таких обсуждений, пояснений. Но общество в того времени в Израиле было очень раздроблено. И это было очень богатое, такая насыщенная, но устроенная как мозаика религиозная жизнь. Там были разные кланы, направления, движения, и мы узнаем их из Евангелии. Ну, например, вот такие были саддукеи, были фарисеи, какие-то зелоты. Был Иоанн, Претеча, и его тоже, у него тоже были ученики, такие, движения Иоанна. Были какие-то еще кумраниты, есеи. Мы все это узнаем из сочинений современных библийским авторам писателей. И вот, и все показывает нам то, что общество было очень раздробленное. Вот. Ну, вот вы сказали фарисеи, но многие думают, что фарисея Христа убили. Но как раз наоборот, фарисеи наименее в этом виновны. Фарисеи были в стороне. Некоторые фарисеи были против Христа, другие были за Христа, некоторые стали христианскими учителями, апостолами, например, апостол Павел. Фарисеи были близки к Христу по образу жизни, по вниманию к Писанию, по попытке практиковать Писание в жизни. И как партии наиболее близкие, у них были наиболее острые дебаты. А были те, кто были далек от этих дебатов Христа и фарисеев, допустим, саддукея, у которых был храм, вот они все это вот любили, им это все нравилось, они это все пекали. И вот им как раз вот и не нравилось учение Христа о том, что Господь делает нечто новое, старые времена проходят, и храм уже с его жертвами, с его вот этими вот кровавыми подношениями Богу Израилеву уже, видимо, не нужны. И вот они-то и были те, которые были участниками заговора против Иисуса Христа. Понятно. Вот у нас есть телефон и звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Воронеж беспокоит. Батюшка, скажите, пожалуйста, как приучить себя к чтению Псалтыря? Потому что полтора года назад уже я купил эту замечательную книгу, и до сих пор никак не могу прочитать эту книгу. Я был в Святой Земле, в Грузии, в Иверской земле, и там купил по благословению священника. Он даже сказал, купи эту Псалтырь. И я буквально через 2-3 секунды купил эту Псалтырь, случайно увидев на русском языке в Грузии Псалтырь. И вот я купил эту Псалтырь, а на русском языке эта книга была единственная только во всем магазине. И как приучить себя побороть лень, и побороть именно к тому, чтобы надо читать духовные книги. Спасибо, спасибо. Ну, это действительно ведь сложный вопрос. Вот уже Псалтырь, она же все-таки не просто... Спасибо Грузии, что познакомила нашего брата из Воронежа с тем, что есть такая книга Псалтырь, написанная на русском языке, да, есть перевод на русском языке. Но я вас не осуждаю нисколько, и не считаю, что вы ленивый там или какой-то недалекий, а потому что литература написана... Псалтырь — это очень древний текст, очень древняя литература. И нас, от нас, людей 21 века, горожан, возможно, людей просвещенных, знающих многое от чего, отделяют от этой эпохи написания Псалтири очень и очень много, даже не столетий, а тысячелетий. И нам, ну, тяжеловато читать и радоваться от чтения такого рода литературы. Поэтому нам нужны помощники в этом деле. Слава Богу, в наше время есть куча таких помощников, которые я вам рекомендую знать и использовать их помощь. Это, конечно же, во-первых, комментарии. Да, вот есть опубликованы, раз в роду, комментарии на Псалмы. Да, вот они бывают православные, протестантские, католические. Они все нормальные. Все, что публикуется, это все более-менее качественное. То, что можно читать, сравнивать. Да, но вы же люди образованные. Можете обнаружить, что тут правда, а тут, видимо, не очень правда. Поэтому можно покупать комментарии. Вот в магазине, через интернет магазины разные. И читать комментарии. Что имеется в виду? Что такое тук? Что такое рок спасения? Что такое сион? Почему вот это нечто важное сион? Это же слова, которые в нашем языке уже, по сути, не используются. Да, тук, сион и так далее. Вот, нужны комментарии. Это раз. И второе, нужны разного рода справочники. Да, вот библийские какие-то словари, энциклопедии. Они тоже есть. Есть словарь Брагауза и Фрона. И я вам рекомендую, используя помощь этих пособий, комментариев и энциклопедий, словарей, такие, обратиться еще раз к псалмам, не торопиться. Допустим, изучать в один день, читать в один день по одному псалму. Вот, в разных, возможно, переводах. Русский, церковнославянский, синодальный перевод библейского общества российского. Вот, сравнивая их и пытаясь понять, какой смысл этого псалма изначальный и какое значение он для меня может иметь значение. Вот. И забыл еще одну вещь. Конечно же, есть в интернете, на Ютьюбе или вот в аккаунте канала «Союз» есть куча лекций, связанных в том числе и с комментированием, с попыткой объяснить значение разных псалмов. Короче, резюме. Было бы желание, возможностей очень много, чтобы обрести вкус, интерес к чтению виткозаветных и новозаветных текстов. Даже на «Азбуке веры» есть очень удобный поисковик, в котором можно все очень легко найти. Кстати, вот по поводу псалмов. Я хотел спросить вот о чем. В 50-м псалме, конец псалма, когда мы говорим, тогда возглавляют жертву права, тогда возглавляют на алтарь той тельцы. До этого все понятно. И про сердце смиренно и уничиженно, Господь не уничижен. Все понятно. А вот эта часть, что она означает? Да, очень хорошее окончание. Нам, конечно же, непонятное, но благочестивое. Мы читаем, молимся и как будто бы понимаем. Но надо понимать, что автор этого псалма, ну, видимо, он был не совсем Давид, а в более позднюю эпоху. Псалом был дополнен, дописан. Он, видимо, псалом содержит молитву, упование, что однажды храм, разрушенный в ходе завоевания, будет отстроен, восстановлен. И вот, ну, два, если Давид не писал псалом, то он молится, что однажды храм он построит, до этого благоскиния. Если это было псалом, который был дописан, переделан уже в послепленную эпоху или во время плена, то там была молитва о том, чтобы храм однажды был таки отстроен, воссозданный, чтобы там опять приносились Богом установленные жертвоприношения. Понятно. Ну, заметим, да, видите, мы сейчас, как бы, сначала псалом 50-й это все одобряет, да, алтарь, там и жертвы разные. А Христос, а Христос немножко это уже, ну, то есть сильно осуждает. Христос против этой системы, это факт. Вывод такой. То, что однажды работает хорошо, то в другое время уже является чем-то устарелым, неправильным, да, то, что нужно отложить в сторону, потому что на землю пришло нечто новое, правильное и возвышенное. А именно духовное, словесное поклонение Богу, и это поклонение Христос сам нам вот и оставляет. Взамен древних кровавых жертв. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. Вот у меня все вопросы есть. Верба хлёст, бей до слез. Правильно ли это при этом? Во-первых, пожелаю вам здоровья. И второй вопрос, что делать с веточками вербы, которые остались в зельмодях до прошлого года? Спасибо большое. Спасибо. Первое я не понял. Что я? Ну, по поводу того, что делать с вербой. Нет, это второе. А первое что было? Какая-то была поговорка, что ли? Да, а, бей до слез, то есть вербой, я не очень понял. Ну, во всяком случае, давайте на второй вопрос ответим. Давайте на второй ответим, он более простой. Ну, госпитин скапливается в Думе Христианина Православного в течение года. Какие-нибудь календаря церковного, да, это и вербы какие-то, потом арт будет у нас скоро, и другие разные вещи. Да, что делать, и также можно сюда добавить какие-нибудь старые церковные календари, бумажные иконки, которые вроде такие уже немножко потрепались, и уже мы их не используем в правильном назначении. Как быть с этими церковными, такими полусвятынями? Ну, есть очень хороший совет, нужно их убрать в непопираемое место. Вот, если мы это все бросим на дорогу и будем топтать, это плохо. Если мы это бросим в помойку, и там будет непочетное место, ну, довольно такое постыдное, и потом это все будет разлетаться и на помойку, ну, это не надо так делать, тоже плохо. Поэтому надо выбрать какое-то непопираемое место и туда все это утилизировать. У кого есть дача или домик в деревне, тем нужно сжигать эти вот ненужные, неактуальные церковные, околоцерковные, около святыни, полусвятыни. Проточная вода, можно бросить старую просфорку, превратившуюся в камень уже, можно бросить ее в воду, допускается, или можно это все закопать в, опять же, непопираемом месте. Понятно. И в том числе, конечно, верба, понятно, что в данном случае таким же образом поступить. но здесь все, что касается вот этих святыни, мне очень понятно, но возникает, ну, простите, пожалуйста, вот все-таки такой вопрос возникает очень все-таки часто. Это когда у нас происходит освещение кулича, яиц, пасхи, и мы видим еще ко всему, то есть, опять-таки, когда освещают огромное количество яиц, и потом, что делать с этой скорлупой. Потому что еще ко всему, сейчас выпускают очень много таких наклеечек в виде икон, где и Богоматерь, и Спаситель, и Святые, вот на этих, и получается, что потом ты их как-то рвешь, и, в общем, какая-то, ну, получается какая-то, в общем, в принципе, ерунда, непонятная, что с этим делать, это раз. И второе, мы видим часто, когда приносят в храм освещать в том числе мясо и вино, причем вот все, что такая вся пасхальная трапеза, ее всю несут, чтобы ее осветить. Как в этом случае, что нужно делать на самом деле? Ну, про скорлупу, думаю, что допустимо ее утилизировать в нормальном отношении. То есть помойное ведро для скорлупы – нужное правильное место. Что касается наклеек, то, конечно же, проблема есть, да, раз там икона, священный образ, то первое действие лучше не покупать, а зачем это все? А второе действие, раз купили, либо вам подарили такое яичко, то нужно, как я сказал уже до этого, правильно священное изображение правильно утилизировать, да, в какое-нибудь непопираемое место, типа, не знаю, закопать, сжечь и так далее. Что касается вашего вопроса второго, про освящение, про меню освящаемых блюд, ну, тут нет никаких жестких правил, вот. По идее, гораздо такое поведение является логичным, потому что мы освящаем, благоставляем точнее, в храме нескоромную, то есть не постную скоромную пищу. То есть то, что мы во время поста не ели, а это и мясо, и, получается, и прочие разные выселяющие напитки, какие-то кулинарные разные там изделия, ну, мы этого не ели. И вот мы начинаем есть, нам это позволяет церковь и церковные законы. Это можно вот начинающееся новое меню осветить и благословить принесением в храм. Поэтому ничего зазорного не вижу в том, что приносят на освящение, на столы, вот эти вот Великой Субботы, это бывает Великую Субботу, то, что у них есть дома, то, что они будут потом есть, разговляясь. Говоря о, вот, о чем мы говорим, вино, мясо и так далее, напомню очевидную вещь, что мы разговляемся после Пасхи. И до Пасхи в субботу мы пока что еще ничего не едим, ни куличи, ни прочее яство. Мы это все будем праздновать совместными семейными застольями уже после наступления Пасхи Господней. В некоторых храмах, вот для кого-то, может быть, будет такая сенсация, новость, но устраиваются застолья и после окончания богослужения Пасхального. Все, ослужили, помолились, причастились, время еще такое ночное, куда идти, транспорт не ходит, там 3 часа ночи, 4 часа ночи, чем заниматься. Вот. И нормально было бы, правильно было бы устроить общее застолье, общую трапезу, где бы участвовали на одинаковых прорывах и клирики, священники этого храма, диаконы и братья и сестры. Это будет совершенно правильная, уместная традиция, явление, практика в жизни прихода православного. В нашем храме это есть. Ну, это, во всяком случае, необходимо, наверное, просто, если еще этого нет, то, может быть, благочестивые прихожане могут это взять инициировать. Давайте сделаем так, настоятелю, и он, может быть, согласится. Может быть, согласится. Еще, конечно, все-таки, еще один вопрос возникает по поводу Артаса. Потому что мы знаем, как это замечательно, как это выглядит, во-первых, когда освещение Артаса, как это красиво, как это звучно, и как это действительно, ну, действительно, просто красиво. Потом Артас ставится в открытых царских вратах, и он стоит, и что такое, потом он раздается, что такое Артас и что это означает? Ну, видите, в церкви есть такой спектр разной силы святынь, разного качества святынь. Поэтому тут нет два, двух позиций, святое и несвятое. Это не Евхаристия, это не причастие. Артасам не причащается никто. Но это есть непростой хлеб. Это какой-то есть освященный хлеб из церкви. Люди благочестивые хранят его, высушивают его, сушат, и потом в случае болезни какой-то духовной, может быть, не знаю, там, неустроенности, уныния, могут его съесть с молитвой, помогают, говорят кому-то. Вот. Это есть освященный, благоставленный, связанный с Пасхой, с важным событием церковного календаря, церковного года, хлеб, пища, которая, возможно, однажды может нас насытить, утешить, поддержать. Очень понятно. Правда, понятно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка Ирина из Магдабургского прихода, Германия. Я хотела бы спросить. В Великий пост много разных чтений. И псалтирь Давида, и псалтирь Ефрема Сирина, и много разных других чтений. И вот, чтобы не впасть в уныние, как это все пройти? Хорошо, вопрос. Спасибо. Спасибо, спасибо. С каждым постом увеличивать. Вот увеличивать, скажем, постом. Кстати, тоже интересная мысль. Ну, первый совет такой. Читайте то, что читается в храме. Берите, есть издание очень хорошее, где есть дублирование того, что в храме будет петься, читаться, в текущее, начинающееся богослужение. И просто вычитывайте, следите за ходом богослужения то, что читается в храме. И не более того. Вот первый совет. Второй совет такой, что, вообще-то говоря, время для чтения псалмов – это было время уже прошедшее. Четыридесятница, Великий пост. Сейчас это воистину время, когда нам нужно больше слушать. Ну, приходить, слушать, внимать, думать. Никаких там духовных усилий в виде вычитывания, чего-то еще. Там архи сурового поста сейчас уже не требуется. Вот. Время поста, оно, как я сказал, уже закончилось. А так, когда мы имеем дело с большим объемом текстов, очень хорошее правило для всех случаев жизни – чувство меры. Какой смысл от того, что вы будете вычитывать пол псалатири за приход, за присест, и потом у вас будет от этой псалатири отвращение, изжога, аллергия. Кому будет хорошо до этого? Чтобы такого не было, берите по силам. Берите один псалом в день, как я уже сказал. И его разбирайте. Утром прочитали, потом думаете весь день. Вечером почитали комментарии, справочники, лекцию послушали. И вот у вас хороший режим. Один псалом, один маленький текст в течение одного дня – это очень хорошее, правильно христианское начинание. Если будет у вас это совершаться изо дня в день регулярно, и ваше чувство воли, дисциплины возобладает, это будет очень хорошо, потому что вы за год прочитаете внимательно, компетентно, погруженно, посвященно два раза псалатирь. Это неплохо. А вообще есть же ведь календарь церковных чтений. Там есть и псалатирь тоже, там есть кусочек из Нового Завета. Можно идти по этому пути. То, что читает церковь в этот день, то надо читать и вам в течение Великого Поста. И вообще всех дней церковного календаря. В непостных тоже. Понятно. Потому что, что называется по силам, когда я слышу, вот именно, что по силам, я понимаю, что это не значит, что в лености, так как, ну, это не по силам. Все-таки прикладывать усилия, это необходимо. Потому что, если этих усилий нет, то, наверное, с каждым постом все меньше и меньше. Усилия нужны. Но вот выражение «вычитывать» я не приемлю. Вычитывать не надо никому ничего. Потому что ни Богу, ни вам от вычитывания никакой радости и пользы не будет. Поэтому, да, должна какая-то быть середина, где бы господство было чувство меры и дисциплины, повторю еще раз, христианское послушание. Но на самом деле, в идеале, я вот занимаюсь преподаванием и комментированием Писания, я всегда хочу, чтобы люди были движены любовью. Вот я занимаюсь изучением Писания из-за того, что я люблю это делать. Не потому что я должен делать, у меня какой-то есть долг и так далее. Послушание. Меня благословили. Такого ничего нет. Я занимаюсь этим, изучаю древние языки, потому что мне это очень нравится. Я люблю эти древние тексты. Заниматься изучением их очень и очень интересно. И я хотел бы, чтобы многие жители нашего Отечества, и тем более верующие люди, христиане православные, чтобы они тоже испытали бы эту любовь к Писанию. Вот, кстати, если вот мы уже говорим о Писании, то это значит, что мы не только Новый Завет имеем в виду, но и Ветхий Завет. Ну, конечно. И, ну, все-таки Ветхий Завет для многих, ну, это действительно закрытая книга, потому что там столько непонятного, потому что нужно изучать историю для того, чтобы понять вообще просто ход повествования в Ветхом Завете. Вот у меня вопрос такой, каким образом вообще привить интерес и любовь к знанию Ветхого Завета? Да, ну, конечно же, это Писание сложное для понимания. И многие, начиная читать, допустим, книгу, условную книгу Левит или книгу Сусынавина, сразу расстраиваются, потому что ничего не понятно. Куча странных жанров, большие родословия, описание жертв, жестокие сцены, убийства, разрушение городов, настоящего геноцида, который вроде бы Богом благословляется. И это, конечно же, вызывает, такое слово есть модное, фрустрацию в сознании верующего читателя. Как быть с этим совсем? Ну, вот помнить о том, что церковь однажды решила, а хотя такие были сомнения, во II веке новой эры были сомнения о том, нужен ли церкви христианам Ветхий Завет. Ведь есть Новый Завет, есть уже апостол Павел, Евангелие, Христос, его учение, нужен ли нам, христианам, Ветхий Завет? И такая даже была ересь, ересь, ее основательным был Маркион, ересь Маркионитов, которая была церковью отвергнута. Церковь сказала, Ветхий Завет – наши книги, наша книга. Никому его не отдадим, сохраним, будем читать, изучать, назидаться. И это решение, которое было принято церковью мучеников, святых людей, мы должны сейчас проводить и в нашей жизни. Как испытать любовь и нужную мотивацию к изучению книг Ветхого Завета? Ну, повторю еще раз, три вещи. Комментарии, справочники, лекции онлайн. Но добавлю еще, момент четвертый, конечно же, хорошо было бы, чтобы священники во всех приходах, во всех краях, регионах нашей церкви русско-православной, находящейся в России или за рубежом, как вот сестра Ирина из Магдабурга, чтобы они занимались тем, чем занимались всегда люди в церкви. Святые отцы занимались этим, срокованные учителя занимались этим, оригин, тертулиан и прочие занимались этим, а именно, они занимались комментированием Писания. Это очень дело интересное, это очень увлекательное дело, интересное и докладчику, и слушателям. Когда верующие собирались, пели, да, пели гимны, псалмы пели, все было как у нас, но потом они посвящали большое время тому, что изучали, читали вместе, комментировали, слушали проповеди на разное чтение Ветхого и Нового Завета. И вот это была практика церкви в течение столетий. Лишь в последнее время вот это все вышло из церковной жизни, к сожалению, и мы вот заменили все это другими форматами церковного жития, акафистами, какими-то другими ритуалами. Да, все это хорошо, но всему свое место. Я думаю, что изучению Библии тоже есть большое место в нашем церковном таком обихозе. Увы, оно не всегда правильно это место занимается, не тем, чем надо. В данном случае хочу такое свидетельство привести, потому что я одно время преподавал в православной школе, и там в одном классе среди маленьких, то есть там это был третий класс, и я там преподавал Ветхий Завет. И каждый раз, когда им, этим ребятам, невозможно рассказывать о чем-либо говорить каким-то мертвым языком. И вот когда я рассказывал о Ветхом Завете этим ребятам, то приходилось всю эту историю, как бы сказать, ну, говорить живым языком. Они очень любили Ветхий Завет, потому что это реальная история, и с очень большим количеством событий. Там столько событий, которые просто очень интересны. Ну, если, опять-таки, мы вернемся к Страстной Седмице, я понимаю, что, конечно, подготовка для нас сейчас это, ну, так сказать, особая, но я хочу еще спросить о том, как себя вести в эти дни в быту со своими близкими, со своими товарищами, все работают, и в эти дни, конечно же, тоже приходится общаться с людьми, в том числе, и маловерующими. Каким образом себя вести? Нужно повесить нос и быть таким прям совсем просто очень грустным, очень серьезным человеком, или все-таки какое-то другое должно быть поведение среди близких и товарищей. Ну, я думаю, что нужно вести себя подобающим образом, причем нужно вести себя подобающим образом во все дни церковного календаря. Вот некоторые думают, что вот я вот отработаю основательно во время Великого Поста, выдумываю тебе разные странного рода такого, выдумываю тебе что-то, разного рода такого задания, не знаю, не есть сахар, не есть чего-то еще, то есть сами себе усложняют жизнь радикально, максимально, а потом думают, что у них же есть как бы индулигенция на весь начинающийся нормальный, нормальные времена года. Ну, вообще-то говоря, для верующего человека должно быть, не должно быть такого различия между одними днями календаря, другими днями календаря. Нужно себя вести правильно во все дни года. Но, увы, мы обычно об этом забываем, и во время Поста есть повод вспомнить, как себя правильно вести. И выясняется, что вот можно себя вести правильно и при этом работать, не знаю, там, взаимодействовать с коллегами, с начальством, и при этом себя вести правильно, то есть уравновешенно, спокойно, без сплетен, без какого-то негодования, раздражения, недовольства. Вести себя ровно, сдержанно, мотивированно, и если мы работаем уж, то эффективно. Если вы работаете в офисе и вы читаете Акафист во время рабочего времени, то это очень плохая форма проповеди Евангелия и христианского образа жизни. Если ты работаешь, ты должен работать так, чтобы начальник сказал «молодец, пять баллов». Вот. А для всего остального есть вот вечернее время богослужебное, раннее утро, можно пораньше встать, приехать на раннее богослужение. В некоторых храмах есть ранняя служба, учитывая то, что мы живем в мире, где есть рабочий день, такое понятие. Вот. А во время рабочего дня нужно навести себя как рабочий человек. Отлично. Поддержу. Поддержу ваши мысли о том, что хорошо бы брать два дня отгула. Четверг, пятница и два выходных это самое то. Отче, у нас осталось совсем мало времени. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей. Дорогие друзья, братья и сестры, я очень рад нашему общению, вашим звонкам. Я вам желаю провести начинающиеся восемь дней правильным образом, как просвещенные, здравые, посвященные Богу и церкви у христиане. Бог возоблагословит на вашем начинающемся страстном и пасхальном пути. Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до свидания. В эфире была передача «Беседа с батюшкой» и у нас был отец Алексей Волчков. Я очень вам благодарен ночью за то, что вы были и так ответили хорошо на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания, дорогие наши телезрители. Оставайтесь с нами на Первом Православном Союзе. КОНЕЦ